Всем привет! Смотрите видео как восстановить данные с RAID массива с нерабочим контроллером. Вы увидите как создать RAID 5E с помощью контроллера ADAPTEK SR6805T. Что делать, если вышел из строя один или несколько дисков массива и как вернуть утерянную информацию, если произошел сбой в работе контроллера или он не работает вообще. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Ситуация с потерей важной информации всегда происходит спонтанно. Хотя RAID 5 и является одними из самых надежных решений для хранения данных среди всех уровней, все же не может гарантировать стопроцентной защиты от потери данных. В самый непредсказуемый момент может выйти из строя один или несколько из дисков. Произойти сбой в контроллере или выйти из строя один из компонентов оборудования. Сперва давайте разберем процесс создания RAID массива. На что следует обратить внимание при сборе массива и какие параметры понадобятся в дальнейшем для восстановления утерянных данных. RAID массив будет состоять из шести дисков, собранных на базе контроллера ADAPTEK ASR 6805T. Чтобы попасть в BIOS контроллера, после инициализации оборудования, при загрузке ПК, нужно нажать комбинацию клавиш Ctrl плюс A. В меню выбираем пункт Array Configuration Utility. Далее необходимо проинициализировать диски, чтобы указать контроллеру, какие из них будут использоваться. Открываем пункт Initialize Drives. Пробелами или клавишей Insert нужно отметить каждый диск, а затем Enter. В результате вы получите следующее уведомление, что информация на диске при инициализации будет затерта. Вводим диск для подтверждения. После инициализации можно приступать к созданию массива. Для этого открываем пункт Create Array. Здесь отмечаем диски, из которых будет состоять наш RAID и жмем Enter. Далее нужно выбрать настройки RAID массива. Здесь будут важные параметры, которые нужно запомнить. Они понадобятся в дальнейшем для восстановления информации из дисков. Указываем тип массива. Указываем имя, размер массива и размер блока. Настройки кеширования и т.д. На этом создание массива закончено. Далее разберем, как заменить вышедший из строя диск. На данном этапе смоделируем ситуацию выхода из строя одного диска. RAID 5 устроен таким образом, что позволяет сохранить работоспособность при поломке одного диска. После выхода из строя одного носителя массив будет находиться в деградированном состоянии. И при загрузке вы увидите следующее уведомление. Прежде чем выполнять какие-либо действия, нужно сделать бэкап всей актуальной информации. Так как при перестроении массива может случиться что угодно. Выйти из строя еще один диск, процесс зависнет или произойдет сбой в оборудовании. Не все данные при этом будут утеряны. Что делать в таком случае я покажу далее. А сейчас давайте сделаем ребилд массива. Подключаем новый диск контроллеру и включаем ПК. Открываем настройки контроллера. Сперва нужно проинициализировать новый диск. Затем добавить его в наш массив. Открываем пункт Manage Erase. Нажимаем Ctrl Plus S и попадаем на странице управления. Пробелом выделяем новый диск и жмем Enter. Вводим диск для подтверждения. После должен начаться процесс ребилда. С этого момента вы можете загружать сервер в нормальном режиме и работать дальше. Полный ребилд представляет из себя достаточно длительный процесс и зависит от множества параметров. Производительности контроллера, дисков, текущей нагрузки на контроллер, диски и другое. Можно сделать вывод, что скорость ребилда значительно изменится в большую сторону, если вы не начнете использовать массив сразу после добавления диска. Если есть возможность, лучше дайте контроллеру время спокойно завершить перестройку массива и уже после этого давать на него реальную нагрузку. Но что же делать, если вышло из строя несколько дисков? После добавления нового диска система не грузится или вышел из строя контроллер. В таком случае вам придет на помощь программа Hetman Raid Recovery. Утилита позволяет восстанавливать данные с нерабочих RAID массивов или дисков, которые входили в него. Вычитывает из системы всю информацию о контроллере, материнской плате или программном обеспечении, на котором был создан массив дисков, обладает возможностью воссоздать разрушенный RAID и позволяет скопировать из него критически важную информацию. В случае выхода из строя контроллера вы не сможете достать информацию с дисков. При прямом подключении к ПК система попросит отформатировать диск для дальнейшего использования. В таком случае вам понадобится либо точно такой же контроллер, что не гарантирует стопроцентного успеха. Либо программа, которая сможет собрать RAID из этих дисков и отобразить и вернуть данные. Подключите диски к рабочему компьютеру с операционной системой Windows. Система отобразит диски как крафт, предложит их инициализировать или отформатировать. Ни в коем случае не соглашайтесь на предложенные варианты системы, так как это может привести к потере информации. Скачайте, установите и запустите программу Hetman RAID Recovery. На включенные в RAID диски записывается большое количество служебной информации. Из каких дисков состоял массив, в каком порядке они были подключены к контроллеру, тип RAID, размер и порядок записи блоков, количество групп дисков, а также данные о его размере. Собирая всю возможную информацию из системы и подключенных дисков, утилита отображает пользователю автоматически собранные массивы сразу при запуске программ. В большинстве случаев программа воссоздает RAID прямо на лету и предлагает проанализировать найденные на нем разделы для сохранения данных. Откройте менеджер дисков и в строке массивы RAID выберите нужный из списка. Кликните по нему правой кнопкой мыши и нажмите открыть. Для начала попробуйте выполнить быстрое сканирование. Если структура не повреждена, этого будет достаточно. Если в результате быстрого сканирования программа не нашла данные, выполните полный анализ. По завершению процесса программа отобразит результаты в правой части окна. Как видите, программа без труда собрала RAID и отображает всю информацию, которая осталась на дисках. В таком случае вам не придется покупать такой же контроллер, что в свою очередь не гарантирует успешную сборку RAID массива без потери информации. Если вам не хватает портов SATA для подключения всех дисков, есть решение – расширитель SATA портов. Их существует большое количество и легко найти в продаже, к примеру, на сайте AliExpress. Для того, чтобы подключить все диски к компьютеру, мы использовали расширитель Marvel MV9100 на 6 портов. Изначально компьютер определил только 4 диска. Для отображения всех подключенных к расширителю дисков потребовалось установить соответствующие драйвера. Расширители бывают на 2 порта, 4, 6 и 8 портов. С помощью такой карты можно подключить до 8 дисков, плюс свободные порты на материнской плате. И в итоге получается более 10 дисков. Теперь сементируем ситуацию выхода из строя контроллера и одного жесткого диска. При выходе из строя одного диска с данного типа RAID он остается полностью работоспособным, но при выходе из строя контроллера для доступа к информации без дополнительного софта не обойтись. Посмотрим, как справится с данной задачей наша программа. Подключаем оставшихся 5 дисков напрямую к материнской плате компьютера. Включаем его и запускаем программу. Catmoderate Recovery автоматически определила тип RAID. Жмем по диску правой кнопкой мыши и открываем его. Для начала выбираем быстрое сканирование. Программа видит все файлы, которые были записаны на дисковый массив. Для их восстановления нужно лишь отметить нужные и нажать восстановить. Указать место, куда сохранить информацию и нажать восстановить. По завершению процесса все файлы будут лежать в указанной папке. Теперь сементируем ситуацию выхода из строя контроллера и двух жестких дисков. В таком случае данный тип RAID стоит полностью неработоспособным. Даже если остается работать контроллер, информация будет утеряна. Замена вышедших из строя дисков ничего не изменит. Итак, 4 диска подключены напрямую к материнской плате компьютера. В вашем случае, если точно неизвестно какой диск вышел из строя, нужно подключить все диски, из которых состоял ваш массив. Так как я воссоздаю ситуацию выхода из строя двух дисков, я просто их отключаю. Запускаем программу и видим, что Hetman RAID Recovery в таком случае определяет тип RAID автоматически. Если его нет в этом списке, придется воспользоваться RAID конструктором. В нашем случае в RAID конструкторе он определился автоматически. Для ручного построения понадобится вся известная информация о вашем RAID массиве. Ранее я акцентировал на этом внимание, что вы должны запомнить все параметры при создании RAID. Если программа автоматически определила тип массива, в следующем окне проверьте, правильно ли она определила его параметры. От этого будет зависеть количество информации, которые удастся восстановить. Если один из параметров указан неверно, измените его. Если все указано верно, жмем добавить. И сканируем дисковый массив. Как видите, в таком случае программа нашла данные. Некоторые из них повреждены. Можно попробовать выполнить полный анализ. В результате программа может найти больше информации. Для восстановления отметьте файлы, которые нужно вернуть и нажмите восстановить. Укажите место, куда сохранить данные и нажмите восстановить. По завершению процесса все данные будут лежать в указанной папке. В итоге с вышедшим из строя контроллером из поврежденного RAID массива удалось восстановить часть важной информации. Это хороший результат, так как при потере двух дисков из данного типа RAID он встает полностью неработоспособным и все данные могут быть утеряны. А на этом все. Надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр, пока.